Здравствуйте, дорогие лидеры! Как же быстро пролетело время! Кажется, это всего пару недель назад мы с вами встречали смарт-лета с Фаберлик, а вот уже и октябрь почти позади. Но какая бы погода ни была за окном, дома мы всегда можем создать тепло и комфорт, которые так необходимы нам осенью. А что может быть более уютным, чем ужин в кругу друзей и близких? Сегодня я покажу вам, как можно это сделать быстро, легко и, конечно же, с пользой для здоровья. А поможет мне наш уже любимый шеф-повар, ресторатор, автор книг и большой друг нашего клуба Александр Белькович. Саша, привет! Лена, привет! Рад видеть! Рада тебя видеть тоже! Опять на кухне вместе! Здорово! Ничаев Фэмили Клаб! Всем здравствуйте! Лена, ты меня так объявляешь всегда, я так и с гордостью выхожу. Очень рада быть здесь вместе на кухне, поготовить вместе. Да, очень много поклонниц. Да? Привет всем, привет! Ну, меня за еду любят, потому что я классные рецепты знаю. Ну, как лето прошло? Ты знаешь, Саша, лето прошло быстро. Я бы даже сказала очень быстро, но оставила много ярких впечатлений и воспоминаний. Например, за то время, что мы с тобой не виделись, продукты Ничаев Фэмили Клаб завоевали множество призов и наград. Мы взяли почти все главные призы и золотые медали на международном конкурсе World Food. И лучшими продуктами 2021 года были признаны наши супер-хиты. Гречишный чай, кофе-ароматерапия, чай Long Life и наша с тобой любимая правильная соль с пониженным содержанием натрия. Провансали, кетчуп, супы и каши. Ты знаешь, так приятно, когда международные эксперты признают лучшими именно наши продукты. Я не сомневался. Поздравляю вообще. Спасибо. И вас поздравляю. Ничаев Фэмили Клаб. Это круто. Продукты у вас реально хорошие. Столько наград. Это просто невероятно. Прямо аж завидую. Да. Отдохнуть-то успели. А как же. Я, например, с семьей летом путешествовала по Волге из Нижнего Новгорода в Казань и обратно. Посетили крупные города, конечно же, и Чебоксары, и сам Нижний Новгород, и Казань. Но и заезжали и в маленькие, очень уютненькие городки, Свияжск и Космедемьянск. Дети были просто в восторге. Столько у нас красивых, удивительных мест в стране. Да. Никакие закрытые границы не помеха. Согласен. А при том, сейчас еще, знаешь, есть такие маленькие городочки, которые становятся все лучше и красивее. И начинает вот интересно туда ездить. Это здорово. Страна у нас большая, красивая. Вот мы в Карелию недавно ездили. Рыбалка, котлеты, щуки, костер. Комары не съели. А вот на удивление не было комаров. Вот как-то мало было. Дети в восторге. Вообще такое удовольствие получили. Я представляю. Ну, не будем с тобой ностальгировать об ушедшем лете, потому что и в осени есть свои прекрасные моменты, и нас ждет, я надеюсь, холодная и снежная зима. Ведь, как говорят англичане, нет плохой погоды, есть неправильная одежда. А если вдруг почему-то взгрустнулась, всегда можно себя без зазрения совести порадовать нашим чудесным шоколадом без сахара. Ну, или же, например, приготовить что-нибудь интересное, как, например, то, что сегодня покажем мы вам с Александром. У нас сегодня будет и основное блюдо, и гарнир, и, я надеюсь, Саша что-нибудь придумает вкусненькое на десерт. Обязательно, обязательно. Рецептов у меня много, поэтому сегодня будет вкусно. Смотрите внимательно. Вот, Лена, я смотрю, ты здесь уже курицу замариновала, да? Да. Ну-ка. А вот скажи, ты вот это, я смотрю, ты замариновала так интересно, да? Да, здесь супер восхитительный микс. Вот попробуй отгадать, что здесь. Ну, курицу я вижу, это не перепутать. Запах стоит. Если бы вы чувствовали запах, конечно, бесподобный. Аромат, конечно, классный, и так красиво выглядит. Ну, я чувствую чеснок, перец. Курицу. Ну, рассказывай. Еще паприка, кориандр, базилик. Столько всего вообще. Да. Смотрите, разноцветные. И такие, мне нравится, что крупная текстура, это здорово. Это говорит о качестве специй. Вот специи крутые, аромат бесподобный. Я уверен, что курица получится просто фантастическая. И суперсочная. Саша, я очень рада, что ты оценил аромат. Ведь это наша новинка. Правильная приправа для сочной курочки. Вот, покажу тебе баночку. В ней соль с пониженным содержанием натрия и даже порошок проростков ячменя. Барлейграсс. Он богат витаминами, калием и кальцием. Запах бесподобный. И мне очень нравится, что вы взяли все специи, объединили в одну. И вот теперь прям универсальная приправа. А еще соль там. То есть солить не надо, что очень удобно. А что скажешь по поводу соуса? Ты же не мог не заметить, что я ее еще соусом обмазала. Ну, конечно, заметил. Думала, когда спросить, когда спросить. Вижу, да. Попробуешь угадать, что за соус? Пахнет сыром. Да, твой нос не обмануть. Все верно. Вот, это тоже наша новинка. Сырный соус сливочный. Вот, посмотри. А, вот этот, да? Да. Слушай, мне нравится, что ты... Это такое классное гастрономическое решение. Курицу обмазала соусом, а сверху посыпала приправу. Чтобы они не сваливались. Да, и теперь ты держишься во время выпекания. Просто бывает, часто специи уплывают куда-то, а здесь все будет держаться и запекаться. Интересный. Дай попробую. Это же он вот этот, да? Да, это сюда я его налила. Запах классный. Вкусный какой. Да. Консистенция такая хорошая. А цвет какой, да. И цвет хороший, аромат. Мне нравится. Заберу его тоже. Да, уважаемые лидеры. Саша, вот представляю вам новый наш новиночку соус сливочный сыр. Он без сахара, с солью, конечно же, с пониженным содержанием натрия, и еще пищевыми волокнами и коллагеном. У меня есть предложение. Вот ты ее замариновала и соусом намазала. Давай гарнир предложу. Я вижу яблоки, давай яблоки добавим. Да, это прямо вот из сада моего. Да? Яблоки, да. Ой, очень здорово. Просто курица с яблоками, это вкусно. Притом, смотрите. А как ты их предлагаешь? А вот я думаю, знаешь, как мы сделаем? Мы парочку порежем, засунем внутрь курицы. Во время выпекания они будут становиться мягкими, куриный сок их будет пропитывать, и они будут такой, как гарнир. Еще классно, что яблочки плотные, кисло-сладкие, потом это будет, знаешь, с курицей просто идеально сбалансировать. Никакого тяжелого гарнира. Прекрасно. Вкус и аромат. А несколько яблок прям запечем целиком. Так, я возьму нож. Красиво еще, очень. Давай вот так вот мы его раз, таким кубиком. Вообще, птица с яблоками или с корнеплодами, это всегда здорово. Вот, вкусно получается. Ну что, Лен, давай курицу прямо туда, конечно. Готово. Ну что, яблочки отправляются внутрь. Фаршировать здорово, мне нравится. Вот, все. Вот куда можно девать яблоки, дорогие зрители. Отлично. И давай прям, знаешь, как сделаем? Вот так вот. Курица такая запекается в духовке, температура 180 градусов, примерно 50 минут. И вот мы рядом просто положим яблоки целиком. Для кого-то может это показаться как целиком. Ребята, в этом фишка вся. Вот так вот раз. Чтобы не чистить их даже. Не надо их чистить. Они как раз подпекутся. У них будет яблочный сок, который будет снизу чуть-чуть курицу пропитывать. И будет очень вкусный гарнир. Лен, клади сюда два яблока. Такая ленивая курица. Да, зато, зато какая ароматная будет. Вот в таком виде. Все? Смотри, как красиво. Прекрасно. Отправляем в духовку. Температура 180 градусов на 50 минут. Но надо на всякий случай посматривать. Потому что бывает, знаешь, духовка сильнее там. Ну, у всех разные духовки. Да, просто, чтобы она не подгорела. Поэтому контролировать этот процесс. Давай, курочка. Оп. Ура. Пока курица запекается, предлагаю приготовить салат и десерт. Ну, десерт сначала сделаем, потому что ему нужно некое время провести в холодильнике. Саша, а каким ты сегодня нас десертом удивишь? А я кое-что подготовил. Пирожная картошка. Я посмотрел все ваши продукты и понял, как сделать картошку суперполезной, суперздоровой. Ого. Ну, что за дело? Заинтриговал. Так, сначала, ну, как картошка она лепится? Сначала делается тесто, потом лепится руками, убирается в холодильник и все. Один из простых самых рецептов. Главное его сделать правильно. Пошли в холодильник продукты возьмем. Нам нужен творог. Здесь вот у нас... Творог в картошке. Это прям что-то очень авторское. Да, это сделает его суперполезным. Сначала, смотри, добавляем сюда творог. Все это тщательно перетираем. С ванилином? Да, давай немножко ванильки. Мне кажется. Вот так немножечко, вот так слегка. Чтобы легкий был ванильный аромат. Ну, куда же в картошке без ванильного аромата. Все, хватит. Спасибо. Да, достаточно. Шоколады сюда хочу добавить. Ваш. У меня даже есть. Какой шоколад тебе новый предложить? Как раз специально его сюда положила. Это наша тоже новинка. Шоколад Grand Collection. Полусферы из молочного и темного шоколада без сахара. Я думаю, они идеально должны подойти. С огромным удовольствием добавлю ваш шоколад. Прекрасно. Его нужно растопить на водяной бане, потому что мы его замешивать будем прямо в тесто. Лен, ты пока добавляй туда какао, масло, а я пойду растапливать шоколад. Хорошо. Просто. Лен, ваш замечательный шоколад, смотрите, какой он стал. Живкий, такой вкусный. Я достаточно перемешала? Отлично. Я, смотри, добавляю, а ты замешивай. И сейчас вкус нашего десерта будет еще более шоколадный. Вообще, в пирожное картошка, в классический рецепт идет всегда бисквит. То есть есть тесто. Я посмотрел вашу продукцию и понял, что бисквит можно заменить, внимание, кашей полезной. Кашей. Кашей. Вот одной из этих. Лен, какую кашу брать? Выбирай сама. Добавим любую. Слушай, ну раз мы делаем картошку, в картошку многие часто добавляют кокос, то я думаю, мой выбор попадет на мультизлаковую кашу с земляникой и кокосом. Классно. И с полбинными хлопьями. Супер. Давай. Ну что, перебивай ее на кофемолке, вот на той. Хорошо. Прямо так. Потому что хлопьями такими лучше не добавлять, лучше перебить. Насколько мелко. Супер. Все. Вот так вот. И прямо сюда высыпай. Давай. Вот. Теперь все это замешиваем. Ну что, красота? Красота. Теперь займемся лепкой. Вообще, да. Сразу дам совет. Тут такие продукты, как шоколад и масло. В холодильнике они застывают. Эта масса становится плотной, и после этого можно из нее лепить все что угодно. Давай, убираем эту массу в холодильник. Я думаю, минут 5-10 и будем лепить с тобой пироженки. Чудесно. А пока, может быть, займемся салатом? У меня супер рецепт есть. Он вообще всем понравится. Я придумал. Он, во-первых, супер полезный, а во-вторых, очень яркий по вкусу. Несмотря на его вот яркий, красивый вид, мы его еще классно заправим. Короче, мне нужны, значит, помидоры, красный лук, болгарский перчик. У нас все овощи есть. И я решил сделать его из птетима. Саша, так я предлагаю тогда взять, раз уж ты упомянул птетим, взять нашу пасту с томатами и овощами. Причем это не просто паста из твердых сортов, в ней мука из цельного зерна, крупного помола. Как тебе такой вариант? Супер полезно. Очень хороший вариант. Вообще птетима-то сейчас такая модная штука. Мне нравится, что она у вас уже с разными ингредиентами. Тем самым ты просто сварил ее и очень вкусно. Она как гарнир, как самостоятельное блюдо. Или вот для салата, как мы сейчас делаем, просто птетим идеально подходит. Здорово? Здорово. Варим? Птетим варится очень просто. Смотрите, у нас кипящая вода. Мы просто берем упаковочку, достаем. И отправляем его, вот так вот, все содержимое туда. Вода испаряется, все специи дают свой вкус, и птетим становится очень вкусным. И нужно его варить, пока он не дойдет до готовности. Вот, и вода вся не выпарится, соответственно. А если вдруг он еще у вас не дошел до готовности, а вы чувствуете, что вода закончилась, просто подливаете чуть-чуть водички и все, и тогда блюдо готово. Короче, очень удобный, простой вариант. И очень вкусный. Нам нужен красный лук, но я его сам нарежу, чтобы ты не плакала. Мне надо поплакать чуть-чуть. Вот, помидорки черри можно разрезать на две части и сюда отправить. И болгарский перчик, давай возьмем красный и желтенький, чтобы ярко было. О, красота. Разнообразные цвета, это тоже залог успешного блюда. Это точно. Овощи в салат можно добавлять любые. Вот какие у вас есть дома, какие нравятся. Здесь можно экспериментировать. Не существует прям золотого правила этого салата. Поэтому главное экспериментировать, тогда все получится. Вот у нас болгарский перчик, желтый, красный, помидоры черри и лук. И будет здорово. Ты быстро все режешь. Я так за тобой не успеваю. Ну, это видишь, опыт. Годы практики. Опыт. Лен, пти-тим готов. О, прекрасно, давай. Вот, он еще тепленький, но ничего страшного, можно теплым заправлять. Можно полностью остудить. Будет теплый салат. Ну, будет такой приятный. Пти-тим. Вот, смотрите, какой он классный, красивый. Вот так вот выкладываем сюда. Наверное, все нам не надо. Оставим еще эту вкусняшку. Давай я тут помешаю. Хочется мне так помешать. Ты все резала, резала, а мне хочется вот это все. А соус-то какой мы будем использовать для этого салата? Ой, Лен, ты знаешь, соус – это всегда такая сложная задача, потому что соус играет реально важную роль. Иногда просто меняет вкус блюда в корне. Вот, но часто соусы не в сне полезные. Знаешь, часто бывает, приходится жертвовать, добавляешь соус, потеряется польза, а вкус появляется. Вот, а хочется какой-то компромисс. Вот за что мне нравится ваша продукция, что у вас есть всегда компромисс. У вас есть полезные продукты без потери вкуса. Это круто. Это здорово, да. Я тебя в начале нашего эфира познакомила с нашей новинкой с сливочным сырным соусом, но у нас есть еще две новинки в соусах. Это соус пикантный чеснок. Позволь, я тебе покажу. Давай. Может быть, из этого что-то подойдет. Конечно. И вот пикантный чеснок, и соус лесные грибы. Ой, здорово. Давай лесными грибами заправим. Мне кажется, он хорошо будет с пастой, да? Очень хорошо с пастой, с овощами. Тем более сейчас сезон такой. Вкусно будет. Уже слюнки текут. Давай. Хорошо. Отлично. О, отлично. Вот сейчас вкуснятина будет. Красота. Саш, ну а соль-то нам все равно потребуется для этого салата? Обязательно, обязательно. Чуть-чуть надо добавить, конечно. Знаешь, я предлагаю тогда взять, например, нашу правильную соль, датскую подкопченую. О, подкопченую. Здорово будет. Еще, знаешь, с таким легким копченым ароматом вообще идеально подойдет. Давай, конечно, добавим. Ой, ну давай, соли немножко. Ну что, классно, Лен? Все, салат готов. Смотри, как просто быстро. Отварили, заправили. Нашу картошку надо не забыть. Все, смотри, салат у нас готов. Курочка уже практически готова. Сейчас картошечку сделаем. Опа. Застыло, наверное, уже в самый раз. Ну что, будем лепить снеговиков? Да. Только не из снега, а из картошки. Лен, отлично. Так, ну как снеговик? Мы будем не тройного делать, а двойного. Я еще предлагаю вот этим нашей кашей перемолотой слегка обсыпать. Сверху, да. Чуть-чуть, да. Просто чтобы тоже внешний вид сильно его оставить в шоколадном. Давайте у тебя будет мужской такой снеговик, а у меня все-таки чуть поменьше. Предлагаю украсить снеговичка. Рот из морковки, глаза из птитима, морковка. А это шапочка будет. И самое главное, смотрите, опа, и снеговичок просто красавчик. Вот, смотрите. Наше творчество. Вот если сделаете таких снеговичков, настроение у вас поднимется. Кстати, делайте таких снеговичков и присылайте нам фото в наш клуб в Инстаграме. Будем выбирать победителя. Давай, выберем победителя и подарим им набор продуктов. Точно, отличная идея, Саша. Все, зови меня, когда жюри. Мы с Сашей будем выбирать. Обязательно, обязательно, потому что мы эстафету запустили. И курочка, давай посмотрим, что здесь. Ой, какая запеченная, какая красивая. Супер. Сколько ей еще? Я думаю, ей нужно минут пять, и она будет готова. Тогда, может быть, я пока пойду накрывать на стол? Давай. А я доготовлю курицу. А ты доготовишь курицу и приступим к самому приятному. Отлично. Классно. К дегустации. Лена, все, готова. О, боже мой, Саша. Какая феерическая нарезка. Это когда ты... А смотри, вот пока готовилась, вот я, видишь, как сделал. Это для детишек классная история. Это точно. Им нравится. Это вот смотри, просто берешь болгарский перчик. Такой пароводик. Да, это просто... Расскажи, как ты делал такую красоту. Присаживаемся. Просто детишки, когда видят такое, они начинают по-другому относиться к овощам. И сами потом начинают так делать. Это просто болгарский перчик. Чуть-чуть подрезаешь дно, подрезаешь верхушечку, достаешь оттуда все семечки. И туда вкладываешь разные овощи. Морковку, сельдерей, оливки и так далее. А вот колесики, просто кусочек огурца и зубочистка. И получается... Получился прям настоящий паровозик здоровья. Ну, это да, тележечка, паровозик, все, что хочешь. А здесь я еще добавил два соуса. Я взял легкий провансаль ваш и добавил туда травы для овощей. Вау. Вот. А второй это пикантный чеснок. Чудесно. Можно макать туда овощи, есть и просто пользуюсь. Ну, как закуска. Давай попробуем. Хоть я и не ребенок, но сразу хочется. А я попробую. Да, ваши соусы, конечно. Можно много съесть и морковки, и даже сельдерея. Ну что ж, приступим к дегустации курицы. Какая сочная курица. И как специи раскрылись. А соус-то тебе как? Соус тоже здорово. Просто специи прям такие, смотри, они вот как правильно запеклись, остались на курочке. Вот видишь, ты его соусом помазала, специи сверху, вы видели, никуда не делись, отдали весь вкус. Да, потому что очень часто они распадаются куда-то, остаются на противне. А у нас с тобой они остались на курице. Это бомба. Салат, бомба. Очень вкусно. Очень вкусно. Грибной соус такую роль играет важную, да? Он прям как связал и прям добавил все. И овощи хрустят, птетим. А ты чувствуешь, как птетим такой рассыпается, как жемчужинки маленькие? И все это с соусом, с хрустящими овощами. Супер полезная еда. Я думаю, что у нас получилось в этом салате такое количество текстур, да, хрустящие овощи, рассыпающийся птетим, настолько сливочно приятный грибной соус. Это создает прям какую-то симфонию во рту. И мне кажется, вот благодаря этому таким салатом гораздо быстрее наедаешься. Конечно. Тут, понимаешь, самое главное, что он супер полезный. И красиво выглядит еще. И очень вкусный. И очень вкусный. Важно есть полезную еду. Тогда будешь хорошо себя чувствовать. И в хорошей компании. Это точно. Но у нас компания с тобой всегда, когда мы собираемся на кухне, отличная. Саша, спасибо тебе за такой, не побоюсь этого слова сказать, фантастический мастер-класс. Дорогие лидеры, и спасибо, конечно же, вам за то, что провели это время с нами. Надеюсь, вам было интересно. За вашу поддержку, доверие и любовь. И вместе мы добьемся с вами еще больших результатов. Я в этом уверена. Подписывайтесь на наш канал в Инстаграме. Присылайте свои отзывы о наших продуктах. Как я напомню вам, мы читаем каждый. Ну и, конечно же, ваши фотографии ваших снеговиков. Потому что тот конкурс, который мы с Сашей объявили. А сейчас я передаю слово Ольге Мартьяновой, нашему директору направления продуктов питания. И вместе с нашими экспертами Ольга уже расскажет вам о наших новинках. Смотрите, будет очень-очень интересно. А мы пока с Сашей продолжим нашу чудесную трапезу. Нас ждут еще снеговики. С удовольствием. Ну а пока? Пока-пока. Пока-пока.